Горная охота на горного медведя Трофейный охотник Сергей Мазуркевич отправляется в Карачаево-Черкесию Это первое хозяйство, где я нахожусь в третий раз На этот раз его цель – кавказский бурый медведь Это медведь сточет? Да Посмотрим Он корову съел, медведь, теперь он должен прийти еще сюда Здесь видите, все в крови К нему подойти ночью очень опасно Вот эти, мне превращаются в мухи И такая горная охота тоже есть? Трофейная охота на кавказского бурого медведя Из аэропорта Минеральные воды предстоит проехать 215 километров до поселка Хурзук Охота будет проходить в нескольких километрах от него Недалеко от границ с Грузией Спустя четыре часа охотники прибывают в поселок Хурзук Команда встречает старый знакомый Эдик Бей Кулчаев На своих родовых землях он вновь станет для охотников проводником Вот уже в третий раз Вот мы прикрепили в первую нашу поездку в 2020 году После нее мы еще раз вернулись И сейчас мы третий раз в Карачаево-Шикесе В гостеприимном хозяйстве Эдик Бея Приехал в третий раз Бывали хозяйства, когда я возвращался второй раз по той причине, что было определенная неудача в первую поездку Но в это хозяйство мы целенаправленно поехали Потому что здесь очень уютно, комфортно охотиться и большая плотность животных Прямо возле домика на окружающих склонах можно наблюдать группы кавказских туров Лет пять такие самцы, по пять Остальные самки, много туров Сейчас сезон охоты на них закрыт Эдик Бей обещает, что охотнику обязательно удастся добыть великолепный трофей кавказского бурого медведя Мы осознанно ехали именно в мае месяце Потому что появилась у него возможность получить лицензию на медведя и на волка Также мы уже запланировали на осень приезд, чтобы поохотиться на туров И получить массу впечатлений и удовольствия от проведенного прежде всего времени здесь Общение с Эдиком и само собой получение хорошего, достойного трофея Сейчас куда ни ходи, медвежьи следы, медведи Вот один день я ехал отсюда на машине Четыре штуки видел в одном месте Обратно вернулся, поехал в это ущелье Там тоже медведь пасется Обратно еду, через дорогу перескакивает, переходит один Здесь шел медведь под скалами Тоже на видеокамеру засняли Через подзорную трубу на телефон Много медведя, куда ни ходи, поэтому А большие, но они все равно матерые Их трудно достать Утро первого дня начинается пристрелки оружия Для этого команда удаляется от места охоты на нескольких километров Это делается для того, чтобы не шуметь и не пугать животных Название этого аула происходит от реки Ул-Лухурзук, на берегу которой он расположен Ул-Лухурзук впадает в реку Ул-Лукан Та ниже по течению сливается с рекой Учкулан И вместе они образуют реку Кубань С карачаево-балкарского языка это переводится как «бурное», «гневное» Ну, наверное, вот туда, потому что ветер вот Пристрелка пройдет в три этапа Сначала охотники обнулятся на 100 метров Второй этап проверки оружия — выстрел на дистанцию тысячи метров Дикое поле прекрасно для этого подойдет Трех одиноко пасущихся коров предусмотрительно отгоняют в пусты Прекрасно, особенно с погодой повезло Пока дождя нет Испарение сильно очень Смотрим, чтобы никого не было Подходить ровно, по-моему, налево Сантиметров сорок Влево, да? Да, влево Добавим так же Все Поехали посмотрим Кучно, да? Вот видишь, вот раз, два, три Вот видишь, сзади Вот три штуки, кучно они вообще Да, на километре хорошо То есть, ну, на день швучок ниже надо Третьим этапом будет проверка стрельбы под углом Желтый камушек Камень порвал Камень порвал На самом верху Да, на самом верху На сером крестик Да, видишь, да? Да, конечно Ага, вот давай в крестик Нормально, в самый раз Да Тысяча девятнадцать метров Угол плюс тринадцать Прямо верхняя часть ко мне Да, я вижу Да Крестик О, блин Ровно Вот видишь, как в море во сколько меняет, да? Стоит, что пять копеек там И в край Попал На километры Это уже Сразу после пристрелки команда выдвигается в горы В основном медведь выходит на охоту с наступлением сумерек Но есть вероятность обнаружить его на склонах и днём Кавказский буромедведь Это отдельный подвид бурого медведя Реал которого охватывает Большой Кавказ и Закавказье За границей его чаще называют средневосточным подвидом Он сочетает в себе признаки как европейских, так и сирийских бурых медведей И сильно варьирует в размерах и окраске Мелких много Мелких туров много Медведь Медведь – животное всеядное Различные травы, коренья, всевозможные плоды, насекомое, падаль, свежее мясо крупных животных и мёд Всё это служит ему пищей Ранней весной медведи пасутся на полянах с молодой зеленью Подобно оленям, турам или сернам А порой вместе с ними на расстоянии в несколько десятков метров Медведи охотно едят муравьёв и их яйца Различных насекомых и их личинок Мясо медведь очень любит Но свежему мясу он всегда предпочтёт мясо, начавшее разлагаться Медведи на Северном Кавказе могут вообще не ложиться в спячку Обязательно укладываются только самки, которые готовятся произвести потомство Человека медведь панически боится Чувствует за несколько сотен метров и убегает в противоположную сторону Однако против ветра подкрасться к медведю или даже к медведице с медвежатами Можно буквально на несколько шагов Особенно, если они чем-нибудь заняты Двигаясь на машине, охотники замечают странный след, ведущий к реке Похоже, что на пасущийся скот напал хищник Это вполне могли быть волки Но более всего это похоже на поведение медведя Но это явно медведь тащил Останки коровы медведь стащил к реке Скорее всего, он вернется сюда позже Спокойный ребенок, он был здесь Видишь, корову поймал ночью и мог через дочку полететь, где-то лежит Вот и забыл Хороший медведь большой Он ночью придет, будешь жрать его еще Медведь поймал корову вот тут, сперва Съел, а потом уже остальное вот потянул Полосу и туда, вот те что там Вот это большие, опасные уже Скоро на людей будет китаться Вот так пойдет, развелось, их очень много До этого еще лошадь сожрал Яко ногу сломал, лопатку Его тоже сожрал Только здесь вот это творится А в остальных местах точно так же Вот незавно у нас в Карачаевске тоже Медведь около школы, третьей школы вышел Там же еще Белый дом рядом И по переволку, по дороге пошел Вот незавно Раньше ж ядами травили медведей Не медведей, а волков Шакала при коммунистах Еще яд не запрещался, как яд вызывали Вот эта трава стоит где-то В любое время медведь На падаль приходит и живет его Еще этот медведь где-нибудь умирает, вдохнет А вот в последнее время яда нету нигде Уже никто не ставит яд Поэтому медведи развелись На скот нападают уже в последнее время Уже скоро стычки будут с людьми Медведи, если так разведутся Этой ночью охотники ожидали возвращения медведя Засада была организована в 100 метрах от останков коровы Спустя три часа медведь так и не появился И было принято решение вернуться на базу После ножировки в начале декабря Медведи кочуют к местам зимних берлог Берлоги устраивают в естественных скальных полостях Иногда могут зимовать в дуплах старых буков И под корнями деревьев В особенно удобных местах медведи ложатся массово Старые охотники называли такие места медвежьими городами Выход из берлог начинается в марте Первыми выходят самцы Затем в начале апреля самки с медвежатами Гон медведей на Кавказе протекает в конце весны В Высокогорье За медведицей обычно следует один медведь Но иногда и несколько Два, три, четыре Спаривается с медведицей, как правило, самый сильный и крупный самец Медведицы приносят потомство один раз в два года Появление на свет медвежат происходит в берлоге Обычно в январе Новорожденные медвежата совершенно беспомощны Слепы, глухи и весят не более полукилограмма В берлоге медвежата питаются материнским молоком Выходят на белый свет уже размером с небольшую собаку Медведь, царь зверей на Кавказе Врагов и конкурентов, кроме человека, у него нет Напасть медведь может, но это происходит довольно редко Вот случай У нас был там в кардюрте Вечером мужик поехал за своими коробами Обычно они утром выгоняют, вечером собирают Не вернулся домой А его начали искать На телефон звонили Не берет телефон работой Второй день два парня поехали искать Увидели медведь рядом Кушает его Позвонили полицию, МЧС Все приехали Тело забрали Ну а какое тело, остатки там Человека Экспертизу делали В этом месте еще Медведь пришел ночью туда же еще Землю рыл, кровь там Ну не знаю, что-то там Поставал, кушал по воде Потом облаву делали на этого медведя Облаву делали человек восемьдесят Медведя так и не нашли Потом парень поехал за лошадьми Поднялся в гору И медведя увидел Он на меня так странно смотрел, говорит Когда спустился, он так рассказал Какой-то странный, не боялся, не убегал Медведь светил вот этого Запах человека и за ним в дом А он дверь успел закрыть На крючок Путочку открыл, стрельнул по медведю Медведь калитку наизнанку Открыл в другую сторону И ушел в лес Второй день собрались Пошли по следам, крови там Опять кинулся на парня там же Вот так и убили того медведя Использование привады Это способ приманить хищника к определенному месту с помощью прикармливания Кормом для привады может быть туши павшей коровы, лошади или свиньи В охоту годьях Эдикбея было организовано несколько таких привад Утром мы выдвинулись, прежде всего осмотрели все привады Чтобы понимать, где был подход медведя Да, медведь был Но понимаем, что он снова придет Потому что они, как обычно, через ночь приходят Ну, в зависимости, конечно, от аппетита Корову выдернули отсюда еще Утащил? Да нет, там много висит еще Ну, как бы Я думал, вы сейчас толкнете, он побежит наверх Да Ну, вечером они вылезут вот здесь Все равно, да, вылезут А здесь вот на этих лугах будет, да? Да, да, вот здесь Они выходят в леса, сверху И вот так Будут рядом, 300-500 метров Да, да Переходное место у них С Грузии переваливаются Снизу приходят Тут такое место Много Нет, здесь, наверное, на дистанции Здесь 350-500 метров То есть Если спускаться будет, то есть Будет где-то камень взять На своей стороне речки, вон там встанем Камень, не камень, карабин поставим Чтоб он наготове был Все, вышел И строим Ничего себе Это где? Копчат? В этом месте Недавно сошла лавина И чтобы проехать дальше Придется расчистить дорогу Кстати, интересный факт Весной, после выхода из берлоги Медведи часто обследуют лавины Иногда в них можно найти Погибших туров КОНЕЦ 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА На окружающих склонах послось множество Среди них были и трофейные особи. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Эдикбей поведал одну очень необычную историю, основанную на его наблюдениях за животными. У туннов есть внутренние рога еще. Вот эти, они превращаются в мухи. Название мухи не знаю. Осенью их отказывают яйца, мухи на носу. Вот эти яйца заходят через нос, на рога уходят. На рогах есть еще, типа, как сетки, полки, такие нарасты, растут разные. Как этажи, там, полочки такие. И когда дерутся, они через эти всякие шили падают вниз, вот эти черви. Потом эти туры выкидывают их носом. Потом они, вот эти черви появляются, превращаются в бабочки. И вот вылетают потом они. Я сказал бабочки, но перепутал бабочки. Они превращаются в мухи потом. На первый взгляд, история о внутренних рогах больше похожа на местную легенду. На деле, все куда прозаичнее. Этот феномен носит название эстроз овец. Это болезнь, вызываемая личинками носоглоточного овода. Личинки паразитируют в носовых, лобных и внечелюстных пазухах, а также полостях рогов. У людей личинки этого овода поражают глаза, вызывая офтальмомиаз. Оводы активизируются в период с июня по сентябрь. Самка овода на лету впрыскивает в носовые полости овец по 6-12 личинок. От большей части из них овцам удается избавиться фырканим или чиханием. Паразиты закрепляются на слизистых и травмируют их. Это вызывает сильнейшее воспаление. При поражении мозга у носителя нарушается координация движений, появляются судороги. У животных возникают параличьи конечностей, а некоторые из них погибают. Похоже, помимо домашних овец, эта болезнь затрагивает горных животных по всему миру. Кусин поедем. Да, ну давай. Да, и вот туда, а я здесь на дальний выстрел. Да, и вот туда. Эль-Эльбей продолжил. Приезжаем, сидимся на поле и ждем, когда медведь начнет спускаться сверху. Мы сейчас будем ждать, наблюдать медведя. Они обычно ложатся днем, вечером уходят. Он корову съел, медведь, теперь он должен прийти еще сюда. Они вот, где скалы, там наверх лазят, там лежат. Они вот поднимаются, где сухое дерево, большая, под низом чуть-чуть ямку копнули так, для себя, чтобы камень не торчал сбоку нигде. И свернулись колобком и валяются потом то правый бок, то левый бок до вечера. А вечером выходят, начинают пастись на зеленке. А если есть привата, ну где они съели корову, в таком месте легче их находить. Они все равно приходят сюда. Уже в сумерках медведь вышел и начал спускаться в направлении привата. Охотники заранее подготовили две различные стрелковые позиции. Теперь они двинулись к наиболее подходящей. Мы ожидали, что у нас будет возможность замерить дистанцию, прицелиться, произвести осознанный выстрел. Ну, получилось все с фронтом и все в динамике. Медведь двигался и надо было быстро принимать решение. 280 метров дистанция. Были сумерки. Хоть на камере видно медведя, но через оптику, по сути, я уже видел один силуэт. Похоже, выстрел пришел по цели. Но куда именно? Раненый зверь смертельно опасен. На удачу полагаться нельзя. Мы видели обратно же, что он после попадания по инерции перевернулся и побежал вниз. Именно это характерно такого смертельного ранения. Такое попадание было хорошее. Была ночь. Довольно рискованно сам по себе медведь. По ощущениям, довольно здоровый самец. Нам бы не добровать было, если бы какие-то неправильные движения производили мы. Он точно там лежит. Охота на медведя требует выдержки и хладнокровия. Охотники решают продолжить поиски ранним утром. Пользуюсь определенной программкой, но ни разу еще не подвела почасовой расклад полностью погоды. Мы можем с уверенностью сказать, ориентируясь на эту программку, когда начнется дождь, когда будет возможен ветер, возможен туман. И вот очередной раз мы в этом убедились. В 4.30 дождь начался, туман опустился. Сегодня третий день охоты. Видеоотчет показывает, что выстрел прошел медведя, и медведь скатился вниз. Сейчас, чтобы время не терять, мы 5 утра встали, уже начался дождь. Но успеть увидеть кровь и, возможно, поиск произвести по следам. Надеемся, что мы найдем. Сейчас выдвигаемся на поиски. Ну а дождь делает свое дело. Вытесняет нас с охоты. Будем сейчас обследовать место, где был произведен вчера выстрел по медведям. В первую очередь снизу. Вести поиски начали у привада. Здесь повсюду были разбросаны останки животных. Запах стоял просто невыносимый. Похоже, зверь очень любил это место. Вот, там кишки на деревьях. Хорошо попал. Сейчас будем спускаться по следу. Ажай и Эдибе впереди. Мы сзади будем догонять их. Прикрывать, как говорится. Чтоб медведь наверх не убежал. Садки крови, как бы видны. Двигаемся пока по следу. Вот она, крайняя лежка. Здесь, видите, все в крови. Дистанция метра 50. Тушка лежит в медведе. Если бы попадание было не по мягкому, а в лопатку, я думаю, что он наверху лежал бы. Но в любом случае мы бы в ночь не пошли бы. Медведь такое дело. Это не баранок, озерок, за которым можно ночью подняться и посмотреть, где он. Здесь меры предосторожности никогда не помешают. Видим мы наш добытый трофей. Все-таки надо учиться, учиться, учиться всегда стрелять, тренироваться. Меньше пауз, чтобы уметь в экстремальных ситуациях принимать решения. Выстрел удался. Признаюсь, что он не совсем был точным выстрелом. Конечно, можно было бы произвести выстрел более уверенный в лопатку. Здесь медведь двигался, и надо было быстро принимать решение. 280 метров дистанция, угол наклона был 18 градусов. В основном, такие вот охоты, когда в динамике, это один только выход. Это стрельба на вынос. И эти тренировки постоянно надо регулярно проводить. Особенности перед ответственными охотами, такими, как горная охота. Хоть это и не тур, и не козерок, и не серна, это медведь. Но не менее осторожный, довольно чувствительный на опасность. И вчера нам повезло больше, чем ему. Медведя определяют по зубам, по качеству. 7-8 лет. В июне он будет ехать, в конце, наверное. То есть, в зиму он еще такой хороший? Да. Ну, наверное, да, соответствует по габаритам, по размерам. Для Кавказа довольно крупный лосик. Нам, можно сказать, повезло. Повезло. Сейчас весной, самая великолепная шкура. Я думаю, что он займет достойное место в моем трофейном зале. Спасибо, Эдикбей, за великолепную организацию. Ажай. Спасибо. Спасибо большое. Когда смотрели бы на него, страшно было. Ему подойти ночью очень опасно. Пуля 300 грейн, это 19,4 грамма. Снаряд, который не оставляет в случае попадания, по сути, в любое место, никакого шанса. Как правило, это смертельное ранение, несовместимое с жизнью. Сейчас идет подготовка погрузки нашего трофея. Сейчас аккуратненько, чтобы не попортить трофейные качества шкуры. Загрузим машину, довезем до базы. Там произведем уже разделку. Его ошманают, подготовят транспортировки на Урал. Потом попадет в руки профессионального таксиемиста. И для него будет предоставлено одно из лучших мест в трофейном зале. Потому что это, во-первых, интересная охота, она впечатляющая. Это первая горная охота на медведя. И такая горная охота тоже есть. И она интересная, она увлекательная. Она тоже погружает полностью тебя в поиски. Потому что медведевное животное, хоть и ночное, но так же его можно наблюдать и днем. И вот уже в сумерках удача нам улыбнулась. Ночь небольших переживаний. И утром заветный трофей был взят. На нашем канале вы привыкли видеть горную охоту. Если мы берем горную охоту, вершину, то в рыбалке нахвысть тоже является вершиной всех разновидностей рыбалки. Во! Кольский полуостров – это, наверное, как называют на западе его последнее королевство дикого лосося. Вот крокодил вот такой. О, опять видел? Опять выпрыгнула. Прыгает и прыгает. Ну, в любом случае, будет довольно интересно, потому что это все впервой. Наверное, один из самых красивых видов ловли. Технически сложный вид ловли. Но самое важное – это тоже является трофейной охотой. Давай, держи ее сейчас. Держи, не давать порогу с ней. Еееее! Ахаха! Уも! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok